Заново все, переоткрыл. Радистрим должен жить. Короли там против фишеватого, я думаю, торн нормальный колл. На риме, конечно, когда пришел стрит и хэш, мы уже убили. Так, раз мы все столы имеют одинаковый цвет, скажем так. Сейчас будем настраивать, какое бывает, когда стрим падает, что столы становятся другими. Так, ее талия 3. Ну и четвертый стол. Просто Евталия. Четвертый стол, Евталия. Так, сейчас надо посмотреть, что везде разные столы или это не так? Да, еще первый стол надо настроить. Перестал Евталия 4. Так, вроде да, все нормально. Поправил. Ну, глюк был в АБСе, просто он закрылся и все. Без возмезды. Такое тоже случается. Такое тоже случается. Не в талии просто. Да, все, вот теперь четыре стола разные. Вернулись. Восстановили. Пропавшие все. Мы там проиграли немного. Да, с два. На одну улицу я поколю. На втором столе. На втором столе. С два на карту уже колить не буду. Ну, на его чек, если я могу поставить. А так-то окей. Третий стол. Я хотел чекрейс Аленд там сделать, но не удалось. Теперь мы уже заподним. У меня сейчас ввиду нижний правый угол, что нет статистики или где? Вроде нижний правый угол работает и ВПП тоже работает. У нас налад. Вроде как. Валютный сет превратился в кора, но вэли мы там особо не собираем. Что-то короли бы не чекали флок. И в рапы тоже. Но ставить надо, потому что это маленький под, и мы против дипа, чтобы его нарастить. В короли один баррель поставим на втором столе. Адон китиня. Адон китиня. Адон китиня. Не знаю, попали в двойку, но... Ребят по тему, такую толпу там делать нечего с одной поры. Ну а только раннеры, по сути, в стриты. На 2, 3, 4, 5 пока попасть не могут. Ну им, конечно, сложнее попадать, чем, скажем, в 5, 6, 7, 8. На флоппы. Ну и проблема, что часто ваш 2, 3, 4, 5 могут доминировать с какими-нибудь 5, 6, 7, 8 или 4, 5, 6, 7. Вот такие карты. Тридцом и чек-кол, сыграем одну улицу точно. Потом уже отвалимся. На 2 бэкфота. Чека требует 2% в парке. Среди тузы. Только тузы, скорее. Ну маленький шанс на 9-10 валет только. Но чаще тузы будет. Торн нам дали бубуху. Возможно, есть ауты на бубе еще. Ну, отваливаемся. Тузов мы там не бьем и, судя по бэкфоту Торна, возможно, они даже с бубями или с трипсами. Так, король. Два, две пары. Плюс уж дропфол. Оставим, шантурай на 50 центов. Думаю, стриты был сам ставил. Две пары выше тоже. Семь, две пары, пол. На втором столе. Сад короля был. Слоп плейнутый. О, добрал он немного. Давай, иди учиться. Все странно в последний день. А, пятница. Ну да, в пятницу иди учиться. Ну и комбет колы играем из-за крестя. Так-то в четвертый стол у нас рука говно. Раннеры в толпище, но кроме этого мало чего есть. Первый стол сдаемся на таком ревере. Попробуем. Далее, здесь две пары, но только этих нолит. Вообще, здесь в льда макароль некоторые префа выставляют 40% Но не пришло От стузов Да, плохо, что 180 бб засосали Ну ауто, блин Тороны, я думаю, я поставлю с гадшотом Блокер в четверку Третий стол Там все слишком быстро прочекали, чтобы бояться их Ну и чрезвычок, конечно, мы не выкидаем мотор В двой сторонку прислаждаем Добавил с гадшотом Маля-маля-маля-маля-маля, смеется Смешная мероприятия Требе-маля-маля Требе-маля Продолжение следует... Так, все, флоп. Что-то с лукашного кидаем на ререйзер. Десятка тройки можно было, конечно, играть. Десятка тройки. Десятка тройки. Десятка тройки не дам Корлетту Зов. Где его? У меня сейчас тритон приказил. Который он чекнул. Ну, а его я вам тоже не выкинул бы. я думаю он даже там дам короле тузов тоже не выкинул бы на таком ривере стерки-шестерки легкий колл будет доллара ну и слот мы точно колем его комбет дальше он должен приссать ну тузов он выкинет с 8 исток ну может туз 4 мне кажется туз 4 он мог бы и разыграть тузов будем колить ривер 9 валет в принципе две пары вряд ли а стриты все не срослись мы барьер его колили ну ему с королями пришел туз 4 стрит он не добрал не добрал он а так он в короле колел на флопе против тузов ну маленький стрит на его месте я бы ставил там свыше же не было плюс он раннер раннер мог бы попробовать добрать ну ривер я бы колел и сам поставил бы члены стол пускай роль там стрит и флэши все промазал и карта сдвоилась дамы то есть если у него было 2 пары каких то мог бы их уже не иметь но флоп точно колл 4 стол дальше смотрим дальше мы не улучшились фолд некоторые бы на флопе просто вставлялись есть такая опция тоже и растолма сдаемся с королями имеется с чем встать просто валет 9 на валет плюс 2 2 были короли короли проигрывали там не судьба была я могу только спасти комбетом на флопе как он был обращен слабый тут задавали но на баттоне это можно потребитель у нас есть 85 есть луз глубей и там поставим комбет сейчас это надо было ставить на третьем столе что то я не поставил лавы ну и торн ставим мастус боби он может пристать написал ну и торисов то за выставляем все против королей слабые королевы были король король валя 2 думаю нечего сыграл но это за поставляем с 4 до 100 там то что за у нас есть черви все черви пришли другой был валет валет 7 8 но он был short если что это было бы не страшно 0 5 поставим дальше поставим валет хай флэш будем ставить торн друг у кого сет или две пары он проколит или еще меньше флэш тоже вариант на десятки семерки простой розыгрыш то есть если все чекают мы бы комбет но одну лицу мы точно колем на оверсета это за ререйзинг и косвоплэя там дипы плюс флэшдро может все равно залезть поэтому не стоит там с воплэйс я думаю стоит блефануть на первом столе мы могли с пятеркой колить если у нас уже в коле то мы мертвы понятное дело ну чек было пятерку вообще когда флэп колит то скорее всего там либо флэшдро либо двойка ну либо эти брапа очень редко будет у чека пятерку кота вот 522 и колось такой экшен поэтому ревер бэд более-менее пики не срослись в рапа не срослись и королей тузов мы выбиваем а так мы их не бьем валя 4-2 пары против 3-беттера это фэйл но он правда 3-беттовал с баттами но и 3-бетта у него большой 12 процентов относительно но тем не менее эту зону не могут быть и просто зов мои мертвы почти семерок насащие плохо что мы сами все все блокнули то есть у нас 7 7 6 8 шансы на фулик уже меньше на втором столе мистер блокер сам себя называется и выкидываем против двоих я себе сам синий бочил я бы в колю это дело вот тут дебил замечен был сон зал рейсфолд не дал на фулик половить очень мало рук так вообще играет рейсфолд в той ситуации мне кажется может 45 маленький стрит так такой ревер сворачиваем деятельность червуха это не наш ревер просто она 9 король две пары вы попали с от не слопаем там есть масть плюс принципе в рапа есть ничек давать бесплатно неплохой флоп у нас трипс плюс стрит флэш дро вот стоит пришел улик пришел поставим на и вере на третье слово мы слопали флоп поставим торн 3 вы тоже я думал сейчас сайзинг ставить две третих или м3 или 10 процентов поставил 90 4 стол мы чекаем король неплохой шоу даун десятки против шорта на стек метре доллара а и а и а и и и и ну и 6 8 3 3 парам тут дама король короля думаю я 4 бет но скорее чем буду колить это дело что не 23 процента 3 бет ну и combat у нас стоит сузами я бы тоже стал combat чтобы не давать флеши маленький стрит и две пара человек выставился вообще как говно шутерс 8 9 10 там в киберска даже не знаю чему сказать на лицо 3 под плохо все плохо на первом столе всосали хорошо у меня был флеш и две пары в принципе более-менее выставить могло быть конечно хуже он при проиграли а а а а и а и и и и и и и и и Такие карты я не люблю играть пассивно без позиции. Легко могут быть флеши или короли более слабые, которые проколят и бесплатно ловить ничего нельзя давать. Мне очень приятно, когда вас колет, когда у вас тузы и борт сдвоенный, но у нас есть червя на крайняк и в червя еще десятка, но ривер ничего не пришло. Да, все стоит тут выкинуть. Северрам. Баррель поменьше поставил сайдинга. Но нет, все равно выкинул. Баррель поменьше поставил сайдинга. Баррель поменьше поставил сайдинга. Баррель поменьше поставил сайдинга. Несмотря на то, что у нас три буби, я все-таки все равно вколю руку при флоп. На втором столе двусторонка, на первом столе нац флэш, который мы слоу плейнем. Двусторонка срослась и пики пошли еще, пока у нас нац. Слопаем дальше на первом столе. У него не очень много денег, поэтому на ривере еще много стоимость. Даже минрей достаточно. Двусторонка срослась и пики пошли еще, пока у нас нац. Ну, тузы и семерки понятное дело, что с ними делать. Только хардкор, только all-in. Ну, туз валетами восемь не очень повезло. Что на флопе он поймал три пары, тем самым, скажем так, не поверив в тузов. Ну, это одна из проблем в 3-4 бетботах, что у вас туз валет восемь, вы поймаете две-три пары и проиграете тузам. Сейчас сто восемь процентов. Двусторонка нац. Хорошая комбинация. Двусторонка, правда, маленькая. То есть, если приходит десятка, она может быть выше стрит. Но, тем не менее. Две пары на первом столе. Шутерс продолжает нагнетать обстановку спасения позиций. Ну, и понятно. Торнчик рейс. Двусторонка нац. 2 баррель поставим с королями двухсторонкой 2 стул сразу сдаемся никаких у нас там вариантов нету первый стул тоже просто 5 человек не считая нас считая нас поэтому 67 х это так себе идея там что делать но торн нам дал толпу аутов в раб короче 4 стол если он чек не предоставить что он есть монстры не думаешь он будет чекать все ну то есть какие-то стрит флэш и тузовый флэш дров с это не будет чекать поэтому мы своровали маленький стиль прикатил на флэш-карту второе стол понятно 5 человек хоть и мы не будем вот что было слышно короля слишком много людей чтобы не иметь ничего почти все картофель на руках в раб на флэш доске на флэш-дров доске сыграем просто колом хорошо что он высший в раб то есть не маленький какой-то самый крупный музыкальный вот он дип мог бы тормко ли но он там совсем маленький флэш 2 ствол люди любят мультиплатить с чего бы это ну кстати более-менее только червей плохо а так светов двух пар тут почти не будет понятно уже выкидываем флэш-дроу и флэш-дроу сюда флэш-дроу ну у одного еще пара была, а другого просто отгарчет флэш-дроу у кого было просто вот это в игру, у меня были более надсок флэш-дроу ну а так-то да, 2 пары вряд ли у кого-то были, что мы были правы на этот счет неплохо что обои были червя что-то мотор не приходил валет, но мы еще были не мертвые впереди ну у них еще ничего не было к торну, а ревер уже все, 2 пары за двусторонку поймали, можно поставить так, короли, кол, но в дипах ух, сад я не буду слабоидеть никогда отлично ну не было у него всяких фрапов, у него было 2 пары то есть когда вам выставляют с 5% это nice то есть ну а 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 Продолжение следует... Валяет 5-2 пары... Лучше, конечно, иметь вместо 9 дам и 10 дам, тогда я бы мог и вдохнуть, выставиться... Фолк мне тоже просто не нравится... Фолк, по-моему, тоже слишком тайтал... Все решения так себе... Что-то стол, выставляемся... Мотор не уже отваливается, пусть в 3 баттера... На втором столе... На первом столе... Ну и уже сдаемся... Сдвоенная, конечно, сдвоенная король нам пользы не дает... Девида мы будем... Колой флоп... Филипберн фишалат... 82 в пик... Но мы не будем здесь полить... Там толпа... Толпа азать еще... Ну и... Дама флэш... Против двух пар... Слабенькая вписку тоже сыграл... Фин... Тузлы... Такой своеобразный флоп... Да, мы попали в шестерку... Есть еще тройка... Но мы уже можем часто быть мертвыми... Валет-валет... 5-4... Плюсы... 5-4... 3-5-6-7... В трипс-в трипс... Ну... Так своеобразно они выставились... Карлей одну улицу я калирую точно... На combat мы здесь не выкидываем... Торн мы блочим в принципе девятку... Вряд ли у него есть стрит... Ну... Он доехал стритом маленьким... 6-4... Ну... Раннер стоит, кстати, был у него... По сути... Ничего на флопе вообще не было... Дама хай... Поэтому до акула... Он нормальный... Ну и... Торн... О... Ривер я еще один раз поставлю... У меня есть тройка... Для блокеров... Ну... Для блокеров... Фуликов... Ну... Понятно... Довольно нитовый чел... И... Давать в Элиму... Никакой не будем там... Ну... Ривер... Мне кажется... Бет нормальный... Король с гэдшотом... Одна улица поставим... Ну... И на чек-рэйза отвалимся... Метшот недостаточно... Чтобы колить чек-рэйза... Три процента... Три процента... Три бету пацана... Я думаю... Он чекнет флоп... Нет... Поставил... Я просто замен чекал... На его месте... И... Здесь цвали... Дама король... Ну... Здесь... С трипсом... Или... С... С... Сетом... Тузов... Там надо чекать... Мне кажется... Не уверен... Я в его бете... То есть... То есть... С... 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 Очень маленький флот, да? 7 х... Особо на него рассчитывать не стоит... Во-первых, он может не прийти... Во-вторых, даже если он придет... То 7 х... Это как-то... Уверенность... Вам не даст... Донгмон... Третий стол... Да... Спасибо за подписку... Он просто школил... Туз 8... Я попытаюсь... Попытаюсь... Выставить... Он бетпад... Ну все-таки... Ладно... Бетпад... У него могут быть какие-то... Трипсы... Может, тоже фуллик... Тут нас... Разорвали... Туз 2... Две пары... Вторая пара... Или две пары... Плюс флаж-дро... На втором столе... Ну и ривер уже чек... Даже выиграли... У товарища был... Туз 5-7... То есть туз и двусторонка... У него не было... Девятка с гадшотом... Легкий кондет... На первом столе... Мы три бателя... И выставляемся... Топ пара... Флаж-дро... На 50-50... Против его... Двух пар... Ну понятно... Ни он, ни я там... Не выкидываю... Легкий кондет... На столе номер... Три... Ну и торн уже чекаем... Ривер колем чаще... Чем фолдем... Туз 4-х он поставил... Первый стол у нас стрит... Но он такой маленький... Что я даже ставить не хочу... Ну а ривер 10 центов... Можно поставить... Добрать... Хоть что-то... Ну... Сами себя и добрали... Странно стучал... Не долгнул свой... Стоит на торне... Ну или на ривере... Когда все уже прочекали торн... Боялся... Туздама... Боялся... Сет королей... Неплохо... У пчела 2% 3 бета... Даже при сдвоенных тузах... Я не... Я поверю в тузов... Ну и плюс у меня только... Гадшот... С парой пятерок... Тузами я бы там на его месте... Наверное... Чекал всего... Не уверен я в этих бетах... Когда... Так... Торн... 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 Будем ставить... Были... Натсфердро... Гадшот... Да... Предскольдс... Ривер доставлять... У меня выше стрит... Приехал... У меня будет стрит-то... Семь длилась... Да... Девятка... Наверное... Не помогла... Отдала еще 3 бакса... Но... На нее мы рассчитывали все-таки... Поэтому... Понятно... Что там... Мы от 3 доллара будем эти доставлять всегда... Десять валет не очень приятная ситуация... В дипах... Я бы сделал просто кол... Потому что если у него... В рап или флэйзро... Мы как бы... Не впереди никогда... То есть там... Коинфлип... Или мы сзади даже... А если у него сет... То мы тоже... Не особо... Поэтому просто колем... И... На безопасных торнах эверх... Играем дальше... В рап... 8-9-10... Плюс пара... Нож комбинация... Вот... Две пары... И стрит готовый... Поставим третий стол... Двусторонка... Удобор... 10-1-2 пара... На первом столе... Оставлю полпота. Ну, флеш, если у него нет флеша, он чеком, что флоп. Павел Маньяк может быть флеш. Сейчас я никто не спорю. Скорее всего, у него есть флеш какой-то маленький. Несмотря на то, что он рыжий, я все равно выкину. Заздаемся. Заздаемся на ботпот его. Первый стол тоже сдаемся. У нас даже особо раннеров нету, значит слабая рука. Флешилим, депот. Воевать за него не стоит. Трипс дам, чекнем уже. Пятное дело, что он не выкидал голову. Чеколайвер тоже сделал. Полный блеф. Трипс дам, чеколайвер. Доброе. Старый стол, возможно, дайдовый фунт. Трипс дам, чеколайвер. Засимерка пишет трибут. Без вариантов. Вот так себе. Маленький комбат поставили ботфолт. Сдаемся с самим валетом. Одного в рапу, другого в флешдро и топ-пара. Загружаю топ-пара, мне кажется, такси сыграл. Ну, он мог лучше вдохнуть, наверное, чем такой экшн. Флешдро там маленькая, пара тоже как бы одна. Без других дров. Ну, то есть там можно просто встрять против надства флешдроид и все сзади. Тут же сдаемся. Да, у нас есть девятка, но столько людей. Затывалась карта. Дала нам какие-то шансы. 40 центов с пальмем. Ну, и руки не. Не нравится мне это все дело вообще. Фуллик был семерки шестерки, а другого была шестерка просто. Мне кажется, шестерка просто там на ривере должна выкидывать. Но ничего не бьет. То есть с льды не бьет. Фуллик не бьет, трипсы тоже не бьет. Бесполезно. Ну, это как тузы мои, то есть та шестерка у него это как тузы. Тузы там выкидываются. Ну, а 40 центов на турне нормально пол. Более-менее наш. Семерки фуллик на втором столе. Маленькая слишком пара, чтобы добирать. Две пары 5-8 на первом столе. Толпа людей. Здесь еще гадшот в девятку. Ну, я думаю, можно поколить, наверное. Ну, в гадшот и в 5-8. То есть в 5-8-9. Ну, и ревердон к ним сами. Печаль. Ну, вот этот экшн для нас печаль. То есть 5-4-5-7 я бы уже выкинул. Ну, может быть выше фуллип, но придет скользь. 5-7. Ну, рыжий переигрывает что. Хорошо, что переигрывать. Там, конечно, с его карты это просто кол. Торн чекрейс 30% у парня. Поэтому мы просто чекнем свой в рап. Не будь у нее такой большой чекрейс, на третьем столе я бы поставил. Ну, а порцов такого чекрейза лучше в рап чекать. Так, все, флобли нос. Да, у нас была четверка. Шанс, где парня меньше, плюс был валет. Шанс, что, ну, 30% растет, если оно тоже меньше. Но все равно мне не нравится друг эта. Валет 9. Чекрейс и коал. Плохо, что там дипов офигенный. Панная у него стег очень большая. На торни нам дали маленький стрит, так себе комбо. Чекаем ривер тоже. где верни кидаем пустофлоп с чем он может под подкол играть скорее то в раба и мы будем только валет 9 валет 2 с этого этих маленьких карт а то это мы не бьем у нас стритата нет физи фолд я думаю 78 даже 78 если было бы мы бы тоже фолдили на ривер мне нравится мы там любому крови сиделось так червя маленькие на первом столе чекаем криво лето поставим и все сдаемся надолго нас не хватило 0 ляда может чекаем трех до 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...